МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Скорость здесь не главная. Здесь главное – это точность, это штурманский расчёт. Десятки ретроавтомобилей, завораживающих своей красотой. Экипажи, соответствующие духу авторитетов. В Минске и его окрестностях уже в четвёртый раз прошло оллтаймер-ралли. Автомобиль должен двигаться с определённой скоростью. И если он не уложился в эту скорость, значит, или он превысил, или, наоборот, значит, он отстал, то это крается штрафными секундами. Итак, коллективное фото на память и старт. Долго ли, коротко ли участники ретро-ралли добрались до Логойска? Часть маршрута пройдена, а значит, можно отдохнуть и поделиться впечатлениями. Очень интересная гонка, очень интересно на маршруте встречать другие автомобили и смотреть, насколько ты успеваешь, не успеваешь, и как идут другие. Трайв такой. Но эту машину, это не то, что как раньше, ходит коробка автомат, но ей надо управлять. Ну, маршруты интересные, места красивые есть. Очень интересно было скоростное вождение между фишек с прицепом, с нашим, да. Во всех были большие глаза, открытые рты, но мы справились, мне кажется, мы справились хорошо с этим. Глаза разбегались от такой автомобильной красоты. Citroёn DS, Pontiac Bonneville, Bentley S1, BMW iZ300 и Mercedes-Benz W109 AMG по прозвищу Красный Кабан. И это еще не все. Яркое шоу делали не только ретро-автомобили, но и их владельцы, которые со всей душой подошли к разработке костюмов. Экипаж должен максимально соответствовать духу машины, облику машины. Одно дело просто проехаться на реалитетном авто, а другое дело как-то соответствовать этой машине, и тогда проникаешься духом того времени, той эпохи и живешь тем, чем жили люди в то время. Анатолий Маслов на Запорожце 69-го года выпуска пошел еще дальше. Никто не мог пройти мимо его прицепчика с аппетитным содержимым. Захотелось что-то новенькое, запорожец, костюмы, но чего-то, чувствую, не хватает. Вот чего не хватает? Сала не хватает. Ну, если сала, то на капоте не положишь, значит, нужен был столик. Запорожец с Украины, костюмы с Украины, сала белорусская. Дальше участников ждала вторая часть маршрута, а также соревнования по фигурному вождению. Конкурс официантов, когда штурман будет держать в руке под нос с напитками, и он должен не пролить ни капли, это будет разностранными санкциями. Было забавно наблюдать, как, переваливаясь с одного колеса на другое, в старинные машины проходили обычную змейку. В группе поддержки экипажа «Красного кабана» был замечен организатор московского олд-таймер-ралли и знаменитой выставки раритеты «Хото» Илья Сорокин. Очень приятно, что здесь есть такие люди, как Валерий Шумский, которые год за годом организуют такие ралли, такие мероприятия, замечательные просто. Потому что это свой колорит, это не похоже на то, что мы делаем в Москве, не похоже на то, что мы видим в Польше, где мы участвуем тоже. Мне очень нравится как раз такая домашность, такая вот дружеская атмосфера. Спустя более шесть часов после старта первые экипажи добрались до финиша на улице Революционной. Поздним вечером судьи подвели итоги. Победителями ретро-ралли встали Проценко Андрей и Шалатонина Марина на лимузине ЗИЛ-115 85-го года выпуска. Когда речь идет о таких автомобилях, то победа, конечно же, достанется кому-то, но самое важное это то, что участие в этом авторалли это уже победа.